Привет, друзья! Сегодня я хочу подсказать вам простой и интересный способ, как внешне отличить умного человека от глупого. И сразу нужно сделать оговорку. Дело в том, что ум для разных людей, это представляется по-разному, что это такое. Поэтому, чтобы не возникало недоразумений, я скажу вам, что я под этим словом буду подразумевать конкретно сейчас. Значит, ум это сложность организации сознания, умение работать с большим количеством информации. Ну, с большим количеством информации, как хотите здесь. И смотрите, что я хочу нарисовать вам в первую очередь. Вот, допустим, наше сознание, которое должно справляться с разными задачами. И еще давно в своем видео, которое называется «Зомби-апокалипсис уже настал», правда, о воспитании, Я говорил, что ребенок, когда растет, ну вот он рождается, и у него начинают закладываться представления об окружающем мире. У него закладываются разделы какие-то, вот из чего состоит окружающий мир. И, например, вот этот раздел отвечает за языки. И если с ребенком разговаривать только по-русски, еще и там сисюкать, с ним употреблять все время малый набор очень глупых слов, каких-то ненастоящих, искаженных, таких специально детских, там сюсечка, пусечка, то у ребенка и этот кластер, он и становится очень-очень примитивным. Он знает, что есть там ля-ля, дядя и все. И из этого состоит все его общение с окружающим миром. У него этот кластер очень-очень примитивный остается. Если же ребенок родился и он слышит речь периодически, там английскую какую-то, немецкую, французскую, китайскую, арабскую и еще какую-нибудь, то у него начинает формироваться представление, что языки вообще-то бывают разные. И у него начинает дифференцироваться вот этот сектор, разделяться на подразделы. И потом, когда он уже может нормально разговаривать, он может задать об этом вопросы. Ему скажут, ну да, есть разные языки. Он будет видеть там по телевизору, где-то там по интернету. И он поймет, что ага, мир так устроен. И не нужно игнорировать другие языки. Это полезно их знать. И когда он будет слышать какое-то незнакомое слово, он будет говорить, это на каком языке? На таком-то. И он будет в соответствующий раздел это укладывать. И получается, ну, переводить это слово, ассоциировать его с другими словами в других языках. И у него получается более красивая такая сложная система, которая все время прогрессирует. И опять он еще-еще где-то новые слова, какие-то цитаты слышит на других языках. Он их закладывает, закладывает в эту систему, чего никогда не произойдет с ребенком, который вот слышал только русский язык и знал только русский. Ему вообще по барабану, то есть ему потом уже объяснили, ну, есть иностранные языки. А, ну, иностранные, понятно. Он что-то где-то слышит не на том языке. Я про это ничего не знаю и все, я вот живу, как бы мне нормально. То есть качество сознания, качество мышления, оно разное получается. Точно так же, как представление об, ну, как выглядит окружающий мир. Вот, допустим, другой какой-то сектор за это отвечает. И одного человека с детства вот выводили перед подъездом погулять во дворе и заводили назад. Выводили и заводили, выводили и заводили. И так годами. Он привык, что есть только вот это. А кто-то, допустим, брал с собой ребенка в путешествие и объяснял, видишь, здесь совсем по-другому, видишь, здесь совсем по-другому. Но дело в том, что у детей очень развита фантазия, поэтому, ну, если кто-то боится, да, что путешествие, это же деньги, все такое, то, получается, ну, всякие цветные атласы, какие-то специальные детские познавательные энциклопедии, какие-то видеоматериалы, ролики, интернет. Тоже очень прекрасно можно ребенку показывать. У него внутри там целые миры будут. И ему будет закладываться представление, что где-то вот были какие-то викинги там древние, а кто-то вот живет там в Тибете совсем по-другому, да. А где-то там есть какие-то острова, маленькие атоллы, там есть вообще страны четвертого мира, как, например, государство Тувалу называется, островное государство Тувалу с максимальной высотой земли над уровнем моря 5 метров. Можете погуглить, вы офигеете. Ну и так далее. То есть разные-разные представления о мире. И такого человека уже не будет бесить, что в индийском кино есть песни и танцы. То есть человек, которого, ну всю жизнь он видел только свой подъезд и площадочку перед подъездом, он не понимает, что это нормально, что есть разные народы, разные культуры. Ему показываешь индийское кино, он говорит, а что это они там поют, меня это бесит. То есть для человека сложно принять что-то другое, да. Ну таким образом мы сейчас вспомнили, вернулись к тому, что есть очень по-разному организованное мышление. Так вот, ребят, теперь, собственно, к различиям внешним, как отличается человек с более сложной организацией от человека более простого. Если мы возьмем какого-нибудь там персонажа, допустим, из войны и мира там Льва Толстого. Он ведь описывал реальное общество людей таких, какие бывали тогда в реальности. И как организовано мышление у такого человека? Вот он стоит, общается с кем-то, ведет светскую беседу. Он думает вообще-то вот об одном. То есть у него один сектор отвечает за мысли, что он думает сейчас вот в разговоре, да, там, что он, ну каково его реальное отношение к предмету, да. При этом он обучен, что нельзя говорить то, как ты думаешь. Нужно говорить по специальным правилам. Поэтому произносит вслух он другие вещи. За это отвечает другой сектор сознания, да. То есть вот тут я себе думаю свое, а говорить я должен другое. То есть обрабатывается, информация подается в нужном виде. Третье. Значит, все его мысли могли бы отображаться на его лице. Но так не положено. Лицо не должно показывать, что ты думаешь. Поэтому у него есть еще сектор, который отвечает за то, как должно в это время выглядеть лицо. А лицо должно выглядеть бесстрастно, там, как-то достойно, подбородок поднят, там, прямо смотреть на собеседника как-то там, да. Но, ну, в общем, не важно уже, нюансы какие-то не важно. Хорошо. При этом он может еще на фоне думать о чем-то своем, что его беспокоит. То есть здесь он вынужден вести этот разговор, да. И он вынужден обдумывать, как он относится к этому предмету, как произносить слова отдельно, да. Но при этом у него свои проблемы могут быть дома какие-то. И он об этом может на заднем фоне еще думать. За это отвечает еще один сектор его сознания. При этом внешне, как он держится, его осанка, его жестикуляция, его манеры всегда должны отвечать аристократическому обществу. Он не может вести себя как мужик из деревни, потому что это будет странно, это будет некрасиво. Его не примет его родное, ну, вот его родная социальная прослойка, да, его отвергнут. Поэтому есть еще совершенно отдельный сектор, который следит за общими манерами, независимо от того, что именно ты говоришь, кому ты говоришь. Враг это друг, в радости ты, во гневе. Нет-нет-нет, все равно выглядеть ты должен подавать себя определенным образом. Это, ну, вот не связано там, не зависит от других каких-то этих секторов. И человек получается такой, ну, вот если его сравнить с тем, кто совершенно ничему не обучен, да, у кого вот этой сложной организации сознания нет, да, где вот человек просто, вот у него все сплошное, да, цельный такой круг. Это вот, знаете, здесь сразу хочется вспомнить демотиватор, где статистический круг вот такой нарисован, но он сплошной, одним цветом, вот, да, белым, допустим. И написано, кому алгебра пригождается в реальной жизни. И вот, типа, белый квадратик здесь написано учителю алгебры, а вот, типа, синий квадратик здесь, типа, другие люди. Вот, ну, такая шутка, да, смешная. Вот, получается, в таком сознании примитивном, где человек ничему не обучен, никак не воспитан, у него, получается, все идет единым порывом. У него всю голову, все сознание заполняет просто одна мысль. Вот, что я сейчас думаю, что я сейчас делаю. Все это нарисовано на лице, полностью все тело его продолжает эту мысль. То есть человек вот непосредственный, как сама простота. Если такого человека позвать, то он весь разворачивается туда головой, корпусом, ногами, полностью и аж руками туда тянется. Если человек видит какой-то товар внизу на полке в магазине, он весь сгорбливается и, опять-таки, он ничего не видит. Он, получается, у него устремлены туда глаза. Да, боковым зрением он в это время ничего не воспринимает, не регистрирует. Он тянется туда руками. У него на лице все написано, как он относится к этому предмету. И он там горбится, сутулится, подседает. Часто можно увидеть, что у таких вот девушек, они могут не заметить, что у них там платье задралось. Они вообще за этим не следят, они не помнят. Человек живет одной просто мыслью вот такой. И, понимаете, если вот мы посмотрим какую-то сцену из Бэтмена, где он там стоит, заложив руки за спину, какой-нибудь там Брюс Вейн, да, стоит на краю небоскреба, на крыше, смотрит там на какой-то пейзаж городской. И к нему там кто-то подходит, со спины обращается. И он такой, вот то, что я сейчас описывал, да, у него какая-то часть отвечает за манеры, какая-то часть отвечает за его настоящие мысли, а какая-то часть, получается, ну, отвечает за то, что он хочет сказать, ну, как бы как он хочет себя именно подать на словах, да, что он именно этому человеку хочет донести. И вот он не оборачиваясь там такой произносит что-то вот такой на пафосе там, да, мы этого не увидим в среде вот каких-то людей, с которыми мы сталкиваемся лицом к лицу на тротуаре и с которыми мы стоим в одной очереди в кассе в магазине. То есть там люди, вот вы просто обратите внимание, человеку говорят, ну, как бы у вас не найдется 6 рублей вот на кассе. И он весь просто полностью вот скукоживается и начинает, вот он лезет в карман, но он просто вот выгибается вот так вопросительным знаком, и он глазами в своем кармане, руками в своем кармане, у него вся поза такая, что вот его сейчас засосет в сингулярность, да, в этот карман. То есть он полностью всеми мыслями там, и я об этом тоже говорил, по-моему, в каком-то видео по поводу как обращаться с деньгами, как притягивать к себе деньги. Я говорил про манеры, да, когда вы умеете там кошелек достать, получается, не глядя на него, красиво его открыть, там потом уже так мельком выглянули, там достали одну купюру, там расплатились, вам дали сдачу. Вы на ощупь помните, знаете свой кошелек, вы там все это красиво, то есть вы смотрите там на кассира или там на свой товар или куда угодно, да, в это время вы ловко, как бы рукой там нужные отделы открыли, хоп-хоп, туда все положили, хоп, красиво его закрыли там в карман, опять-таки не глядя, хоп. То есть это и показывает вашу мультизадачность, то есть вот здесь у вас моторика, как вы обращаетесь с предметом, вот здесь у вас внешний имидж, вот здесь у вас то, что вы думаете, вот здесь у вас то, что вы говорите и так далее, и так далее. То есть вот оно, какое различие и собственно очень часто бывает, что ко мне обращаются какие-то знакомые девушки и говорят, вот мужчины нами не восхищаются, мужчины нами пренебрегают, там и все такое. Я им говорю, девушки, ну любой и каждой, я всегда предлагаю, хотите, я вас научу вот этому всему, вот этим всем кластерам, как себя вести, как себя подать, какие манеры, как общаться, что нужно знать про имидж, как нужно там свое тело, там что с ним сделать, это я тоже все знаю, по физиологии проинструктирую. Вы станете вот просто бесподобными вот такими королевами, под которых будут все стелиться, олигархи будут складываться у ваших ног, но к сожалению у людей очень развита лень, в наш век потребления все хотят только получать на халяву, никто не хочет работать, никто не хочет учиться, поэтому все отказываются. А тем временем сохраняется такая вот вещь, что вот эта вот, вот эта кластерность, вот это качество, вот это структурное разбиение сознания, его мультизадачность, ее видно издали, я всегда это объяснял, да, то есть вот про то же с кошельком, там как вы обращаетесь, люди смотрят на вас и думают, о, это человек, то есть когда они видят, что у вас много кластеров, что вы можете разделять задачи, то они как бы чувствуют интуитивно, что вы в чем-то выше их, они как-то относятся к вам с уважением и с опаской. И все время привожу пример из фильма «Гладиатор», все время всех девушек отправляю, да и мужчин отправляю смотреть фильм «Гладиатор», где Луцилла, сестра императора, вот там есть сцена, ну она сверх достойная женщина, да, образец идеал женщины, какая она должна быть, взрослая, мудрая, и там есть сцена, где сенаторы общаются с императором, и сенаторы реально дерзко себя чувствуют, и они дерзят императору в присутствии всех, и он там во гневе, и он там обещает, ну уже начинает угрожать кому-то из них, а вот эта сестра подходит и говорит сенатор, там, все такое, мой брат устал с дороги, там, передайте ваш свиток, там, с вашими какими-то прошениями или требованиями мне, я обещаю вам, что император сделает все, что нужно для граждан Рима, и сенатор кланяется ей, и что-то такое произносит, типа, госпожа, там, ваша, там, ваша мудрость, там, что-то, бла-бла-бла-бла-бла, там, типа, не знает границ, там, и так далее, ну, что-то он ей хорошее произносит, там, я не помню, но видно по отношению, понимаете, в государстве, где женщина вообще никто, где мужчина имел право убить жену или ребенка, если у него есть, ну, причина обоснования, вот, они там что-то натворили, я их убил, да, женщины вообще там из дома не выходили, они никому, ну, вообще бесправные существа были, и не имели права никакие должности занимать, тем более в политике, вообще никак, понимаете, и тут сенатор при всех кланяется ей, и это гармонично выглядит, все так, ну, как бы видно, что разделяют его отношения и очень ее почитают, понимаете, потому что вот это вот, потому что она знает и манеры, и мудрость, и она красивая, как женщина, и видно, что она при этом любящая, заботливая мать, для своего ребенка, и так далее, и так далее, то есть люди это видят издалека, и, ну, это уже как бы просто агитация идет, и пропаганда, да, что будьте вот такими, учитесь быть вот такими, ну, а в плане как различить умного от глупого, да, еще раз возвращаюсь, что ум в данном случае я подразумеваю как умение работать с большим количеством информации одновременно, ну, вот, очень легко различить, вы увидите это по манерам, надеюсь, было интересно, с вами был Торвальд, пока!